МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала СТВ продолжает итоговый выпуск новостей. В студии Екатерина Забенько. Здравствуйте. Смотрите выпуски. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для практичных и запасливых. Цены доступные. Традиционные осенние ярмарки собирают у своих прилавков сотни белорусов. Отопление дождались. Потепление ждем в ближайшие дни. На следующей неделе по Беларуси до 17 градусов тепла. Не в квартирах, а за окном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Российские журналисты сегодня отправились в традиционный пресс-тур по регионам Беларуси. Первая в маршруте Брестская область, затем Минск. Около сотни профессионалов из разных регионов России решили своими глазами увидеть, а потом написать о визите в нашу страну. Аудиторию, которую охватывают СМИ, представленные в пресс-туре, обширно. Общий тираж только печатных изданий, почти 3 миллиона экземпляров. А потенциальная радио и теле аудитория свыше 130 миллионов человек. В программе сегодняшнего визита посещение спортивных комплексов, крупных предприятий и достопримечательностей. Что увидели и чему удивились российские журналисты, узнавала Виктория Патоня. Такое количество журналистов Брест вряд ли помнит. География представителей российских СМИ широка. Из всех федеральных округов. Почти 90 человек из интернета, печатных изданий, радио и телевещания. Причем 25 журналистов уже бывали в Беларуси ранее в рамках пресс-туров. Людмила Соколова последний раз посещала Синеоку в 2006-м. На предприятии по изготовлению газовых и электроплит в Бресте корреспондент из Новогорода много фотографирует и задает вопросы. Интересно все. Прежде всего интересуют социальные программы, поскольку в России очень актуальна проблема вымирания, в том числе и для нашей области, и для России в целом. Меня в первую очередь интересует социальная программа, помощь молодым семьям, какая-то помощь в покупке жилья для молодых семей. Вот в первую очередь это, в том числе как белорусы устраивают деревни. А вот Михаил Матвеев из республики Мариэл в Беларуси впервые. Главный редактор газеты «Кугарня» подчеркивает, прежде всего удивляет чистота и радушие, как человек, пишущий, свой личный интерес акцентирует на жизни белорусов. Мне интересны и нашему изданию интересны люди, герои. Я хочу несколько репортажей сделать о простых людях. Мне экотуризм, агротуризм. На эту тему я буду больше уделять внимание. Ни для кого не секрет, в Беларуси огромное внимание уделяют спорту. Но Брест российский журналист все равно приятно удивил. Центры Олимпийского резерва по гребле и водных видов спорта наглядный пример того, как в идеале должны выглядеть подобные объекты. Грибной канал и дворец водных видов спорта оставили очень приятные впечатления. Понравилось, что много бассейнов во дворце. И приятно, что много народу, особенно детишек. То есть это радует, что они приходят, занимаются, ведут здоровый образ жизни. Грибной канал, ну, например, такого у нас, да, в Поволжье нет, я бы вообще это в первый раз увидела. Удивляет, что все государственное. Удивляет, что дети бесплатно занимаются. Сейчас это, по-моему, уже нигде в России такого не увидишь. Все только за деньги. Платят родители, уже все платят. Ну, сооружения хорошие, действительно серьезные сооружения, такого уровня мирового. После экономических и спортивных объектов российские журналисты побывали в легендарной Брестской крепости. Завтра знакомство с Синеокой продолжится. Гости посетят Кобрин, Березу, Ивацевич и Несвиш. А завершится пресс-тур в Минске 16 октября. Виктория Патония, Станислав Пекарский, телекомпания СТВ, Брест. Почти 100 лет тюрьмы за жестокое обращение с ребенком. Такой суровый, но справедливый приговор вынесут Техаса 23-летней американке. Многодетная мать Элизабет Эскалона приклеила руки двухлетней дочери к стене суперклеем и жестоко избила ее. По свидетельству врача, девочка от побоев на два дня впала в кому. При обследовании медики обнаружили у нее внутричерепное кровотечение, сломанное ребро, повреждения кожи на ладонях, кровоподтеки и укусы. Обвиняемая в содеянном призналась. Свой поступок жестокая мать объяснила тем, что ребенок никак не мог приучиться ходить на горшок. По решению суда, женщина сможет подать прошение о помиловании только через 30 лет. Ее дети переходят под обеку своей бабушки. Очередной день в Египте прошел под знаком массовых протестов. На Каирской площади Тахрир собрались тысячи человек. Сторонники и противники президента Мухаммеда Мурси. По уже сложившейся традиции, после полких выступлений произошли не менее зрелищные столкновения. Демонстранты пустили в худ камни, снесли трибуну для выступлений, сожгли два автобуса. Пострадали более 120 человек, некоторые в тяжелом состоянии. В Пакистане снова гремят взрывы. Жертвами сегодняшней атаки террористов стали по меньшей мере 16 человек. Около 30 получили ранения. Инцидент произошел в городе Дара-Адамхель на северо-западе страны. Смертник на автомобиле со взрывчаткой подорвал себя на рынке. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял. Но, по мнению полиции, он был направлен против местных ополченцев, воюющих с талибами. Взрыв прогремел недалеко от здания проправительственной организации, которая координирует борьбу с боевиками-исламистами. А в Евросоюзе продолжают бороться с финансовым кризисом. Причем зачастую, невзирая ни на какие жертвы. Тройка международных кредиторов – МВФ, ЕС и Европейский Центробанк – потребовала от Греции выселить жителей с ряда островов Архипелага. Об этом сообщил министр торгового флота страны. Греческие чиновники пока по этому вопросу отказываются вести какие-либо переговоры. Ведь простым жителям Древней Эллады и так нелегко. В рамках политики бюджетной экономии в стране урезают зарплаты и пенсии, проводят сокращения. Хотя уровень безработиц в Греции и без того рекордно высок. В стране нетредоустроено уже более 25% граждан. И печальный показатель продолжает расти. Кристис начинает осенний аукционный сезон. Торги пройдут в начале следующей недели. А пока у ценителей безупречной красоты бриллиантов, рубинов и изумрудов есть время полюбоваться на роскошные камни. Ведь после аукциона эта красота может надолго исчезнуть в сейфах коллекционеров. Среди наиболее горячих лотов фантастический экземпляр невероятно насыщенного желтого цвета. И легендарный диамант, ранее принадлежавший Эрцгерцогу Австрии. Это один из самых редких и известных камней в мире. Он сочетает в себе идеальный цвет, безупречную чистоту и внушительный размер более чем 76 карат. В Москве простились известные актрисы и телеведущие Мариной Голуб. Родственники, друзья, коллеги, ученики, простые почитатели ее таланты несли цветы и не скрывали слез. Напомню, Марина Голуб, заслуженная артистка России, погибла в аварии в ночь на 10 октября. Актриса возвращалась домой на частном такси. ДТП спровоцировал водитель красного кадиллака, 31-летний Алексей Русаков. Он проскочил на запрещающий сигнал светофора и на скорости 120 км в час буквально протаранил машину с Мариной Голуб. Виновник с места аварии скрылся. Он объявлен в федеральный розыск, но свою вину не отрицает. Сегодня в интернете появилось его обращение. Он рассказал о событиях той роковой ночи и попросил прощения у родственников и друзей Марины Голуб. Отопление начали включать сегодня в жилых домах и учебных заведениях Минска. Правда, на то, чтобы во всех квартирах потеплели батареи, понадобится около пяти дней. Также сегодня затопили в общежитиях, гостиницах, бассейнах и банях. Напомню, ранее тепло уже поступило в школы, детсады и больницы. А в промышленных, административных, офисных зданиях отопление дадут только на следующей неделе. Возможность сэкономить и заполнить кладовку или подвал на зиму необходимыми овощами и консервацией. Традиционные осенние ярмарки проходят по всей стране. Так в столице торговля развернулась у дворца спорта. Для мяча на гостей столицы предлагают широкий ассортимент витамина и свежей продукции. В борьбе за покупателя все средства хороши. Но самый беспроигрышный вариант, по словам производителей, высокое качество плюс низкая цена. Атмосферу хорошего настроения поддерживают артисты, которые превращают капитальную закупку в настоящий праздник. Ассортимент достаточно большой, цены доступные, значительно ниже, чем сегодня представлены в субъектах розничной торговли города Минска. Выбор замечательный, цены соответствующие по нашим временам. Просто забота городского исполкома выше в день попал. Цены нормальные. Я каждую субботу прихожу, покупаю перец. Обязательно баклажаны обязательно. Сегодня попал в оверх. Тем временем в Беларуси идет долгожданное потепление. Так на следующей неделе днем столбик термометра поднимется до 15 градусов, а по югу страны и вовсе до 17. Тем не менее осень напомнит о себе утренними туманами и осадками. Радует, что дожди пройдут в отдельных районах и будут кратковременными. Ну что ж, по такой погоде грех не отправиться на природу. Главное не забывать убирать за собой. Кажется, мелочи не выбросить за собой пакеты и тарелки. А сегодня добровольцы грузовиками вывозили отходы из зеленых массивов. В некоторых регионах страны среди елей и берез мусора оказалось гораздо больше, чем ягод и грибов. Санитарами леса стали более 23 тысяч человек по всей Беларуси. К зеленому движению присоединилась и Яна Шибко. На уборку становись. Стройными рядами выстраиваются работники лесхозов наводить чистоту в своих владениях. Короткий инструктаж и сразу в очередь за орудиями борьбы с мусором. Кому еще не хватает мешков. Кому мешков не хватает. Татьяна Владимировна во всеоружии. С такими щипцами от нее никакая нечисть не скроется. Это от старой стиральной машины. Средства малой механизации. Удобно? Удобно. Чем в голомерку мусор брать? Ну да, удобно, конечно. Вы же видите, какого рода мусор мы убираем. Это не лесной мусор. Это все человеческий фактор. На полянках следы многочисленных пиршеств, но основной мусор сосредоточен вдоль лесной дороги. Скажетное спасибо нашим людям. Кущи собранного мусора растут на глазах. И здесь не только бутылки или какие-то бытовые отходы, оставленные после пикников, но и самые неожиданные крупногабаритные предметы. Похоже, люди, за которыми мы сейчас убираем, путают лес со свалкой. Выбрасывают в лесу все, что не лень. Точнее, лень довести до свалки. Настоящий полигон с таким количеством отходов в природе самой не справится за века. Большая по площади уже. Больше одной сотки. Целые призапы уже загрузили. Пригородные леса, они. Это болезнь, наверное, можно сказать. Ну, будем убирать, будем навалить порядок. Здесь бы спецтехнику. Чтобы разобрать несанкционированные свалки вручную, приходится попотеть. Думали, что будет очень холодно, а тут жарко, похоже. Конечно, когда после нас все будет чисто и красиво, конечно, удовлетворение. Особенно, когда мы лесные люди. Убирают леса сегодня по всей стране. Больше работы в пригородных лесных массивах. С этим бичом лесхозы борются не только на субботниках. Вокруг города, конечно, существует проблема в ведении порядка и наличии мусора. Но понемногу людей воспитываем. Может быть, где-то наказываем однозначно. Поэтому подвижки есть, но, конечно, не такие быстрые, как хотелось бы. Хорошо бы своим примером наставить на чистый путь побольше людей, говорят участники акции. И научить пусть не убирать, а хотя бы не мусорить. Яна Шибко, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебск. А в столичной парке и скверы сегодня вышли коммунальщики, горожане и чиновники. Все, независимо от статуса и возраста, убирали листву, наводили порядок во дворах и подъездах. Генеральная уборка традиционно проходит осенью, чтобы подготовить столицу к зиме. Поэтому активистам для посадки деревьев и кустарников в жесах предоставляют необходимый инвентарь. Чистый интерес к уборке города проявила и наш корреспондент Алина Смачинская. Эта суббота не для сна. Вооружившись инвентарем, каждый стремится сделать свой вклад в озеленительную кампанию столицы. Благоустраивать город вышли не на словах, а на деле. Сотрудники Мингорсполкома здесь, в сквере на Минино, вместо бизнес-портфеля скрестили грабли с лопатами. Сами специалисты признаются, что субботник для них дело добровольно. И для многих он уже стал доброй традицией. Мы на разных территориях и дежурства, скажем так, распределены по выходным. Сменили душное зало для заседаний на газон под открытым небом и те, кого привычнее видеть при галстуке и на трибуне мэрии. Марафет-фест поддержали первые лица города. На благо городского фотосинтеза даже выходных не жалко. В каждом районе по несколько мобильных бригад. Коллективный субботний труд – хорошее подспорье коммунальщикам. Уже к полудню трудовую вылазку поддержали и тысячи минчан. Все они энергично причесывали граблями зеленой лужайки. Предоставляется абсолютно все по желанию населения, вплоть до посадочного инвентаря. Также и инструмент, техника. Нынешнюю субботу впору называть озеленительной. К примеру, только в заводском районе высадили больше полусотни вязов. Сколько кустарников будет обрамлять магистрали, не подсчитает никто. Кстати, посадку проводят качественно и по всем технологиям. Чтобы Минск стал зеленым оазисом, применяют бестравматичную подвязку. Натянули на три кола шнуром, чтобы дерево было не перетянуто, чтобы его не повредить кору. Дерево не ломается, оно не висит на колу, оно держится именно. И хорошая приживаемость при этом. То, что труд облагораживает, эти горожане сегодня почувствовали на собственном опыте. У минчан, которые оказались на учете в милиции, сегодня своя программа. Это мероприятие по уборке бытового мусора, в котором принимают участие лица, которые состоят на учете в органах внутренних дел, а также которые имеют задолженности по коммунальным платежам. Сегодня нам помогают убирать несанкционированные свалки в частном секторе. Здесь очень хорошо работают, мы очень рады, спасибо им за помощь. Около 30 человек работают как одно целое. Вот что называется, направили энергию в мирное русло. Когда работает человек, он всегда в бригаде, всегда чем-то занят. В общем, новый коллектив, если хороший, это вообще хорошо. Вот у меня, например, очень хороший коллектив. Высший пилотаж в субботнике традиционно демонстрируют студенты. Каждый из них отметил по одному пунктику в личном плане дом-сын-дерево. Как результат, на Нестерова рябиновый сад. Через лет 10 буду идти здесь и вспоминать, как здесь работало, что делал здесь. Что вот я какую-то частичку внес. Алина Змачинска, Атон Червяков, телекомпания СТВ. Уголок тропического лета среди дождливой осени. У гамильчан появилась уникальная возможность побродить среди порхающих цветов. Сотни живых тропических бабочек радуют глаз и детей взрослых. О жизни в тропических джунглях материал Александра Добрьяна. В жизни Ольги и Станислава бабочки появились 6 лет назад. За это время они создали крупнейшую на постсоветском пространстве ферму по разведению этих красивых насекомых. Прокормить очень просто. Примерно в день получается половинка апельсина, ну и грамм 20-15 мёда. На всех? Есть представитель очень редкой бабочки, вот она рядышком, которые питаются минералами. Происходит это так, собираются не в стайке, а летают по пещерам. Пьют ту воду, которая капает со сталактитов, обогащённая минералами и солями. В условиях выставки подходит и обычная минералка. Есть много, бабочкам просто некогда. Жизнь коротка, всего каких-то 2-3 дня. Повинуясь основному инстинкту, насекомые спешат сделать за это время самое важное. Первоначальная задача самой бабочки это оставить после себя потомство, чтобы быть уверенным, что всё-таки не зря прожили этот свой период. И что дальше что-то будет, они оставят своё продолжение. 24 градуса по Цельсию, 75% влажности, круглые сутки. Условия максимально близкие к тропикам. Даже люди, кажется, не мешают естественному течению их жизни. Порхающие цветы дарят зрителям атмосферу любви и умиротворения. Такие вот разные цвета, окраски очень разные, светлые. Вот я никогда таких не видела. Очень красиво здесь, когда очень много бабочек. Вот, знаете, всегда улыбка появляется и очень радостно. Следующий урок от бабочек о хрупкой природе красоты. Яркие и воздушные, они ещё и очень ранимые. Вся эта порхающая красота невероятно хрупкая. Вспышка фотоаппарата ослепляет бабочку. И даже лёгкое прикосновение руки способно травмировать насекомое. Ведь температура тела бабочки в два раза ниже человеческой. Всего 16 градусов. Уроки гармонии и красоты жизни. Главный образовательный проект Гомельской осени. За четыре недели в воспитании людей поучаствует более двух тысяч бабочек. Александр Добриян, Виталий Распопов. Телекомпания СТВ. Гомель. Футболисты сборной Беларуси уступили действующему чемпиону мира и Европы команде Испании. Счёт 0-4. Матч отборочного турнира чемпионата мира 2014 прошёл накануне вечером на Минском стадионе «Динамо». Красная фурия играла в своём атакующем стиле. Тем не менее, подопечные Георгия Кондратьева старались не отставать от противника и создали несколько острых моментов. Однако нашим футболистам расслабляться пока рано. Уже во вторник у них следующий матч со сборной Грузии. Беларусы настроены только на победу и постараются порадовать болельщиков красивой и динамичной игрой. Эта игра очень важна для нас. Обязательно нужно в играх. Мы приложим максимум усилий. И ребята это прекрасно понимают. Будем стараться порадовать болельщиков в нашей следующей игре. Матч также пройдёт на Минском стадионе «Динамо». Фанаты уже вовсю раскупают билеты, чтобы стать свидетелями яркого зрелища, а также поддержать игроков. Мы болеем за белорусскую команду. Мы пришли купить билеты заранее, чтобы поддержать наших белорусов. Надеюсь на нашу победу. Такой была эта суббота. Далее в эфире новости спорта с Сергеем Савицким. Свою информацию оставляйте на интернет-форме нашего сайта. А также по телефонам горячей линии 290-6600 или 1-600-700. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Оставайтесь на канале СТВ.